Здравствуйте, уважаемые друзья, зрители телеканала Дэли и Йоропонлайн. У меня в гостях Ильгар Велесдэ, известный политолог из Азербайджана. Здравствуйте, Ильгар. Здравствуйте, Михаил. Ну что же, Ильгар, мы обсуждаем визит Владимира Путина в Баку. Ваши первые впечатления? Ну, этот визит нужно рассматривать, наверное, в контексте международных процессов, в контексте региональной динамики, ну и в контексте двусторонних отношений. Вот как бы три этих контекста накладываются один на другую. Надо обратить внимание на то, что, в общем-то, визит проходил в очень непростых для России условиях. И Владимир Путин об этом говорил на пресс-конференции. Он так и сказал, кризис в Курске непосредственно охарактеризовал ситуацию, которая складывается в этом регионе России, как кризисную, для России кризисную. Но, несмотря на это, он все-таки совершил этот визит. Это говорит о том, что все-таки этот визит для президента России имеет определенное важное значение. Даже в таких условиях он его совершает. И, к слову сказать, если посмотреть на динамику его визитов после его переизбрания, то посмотрите, он побывал в Северной Корее, в Китае он побывал, он был, по-моему, во Вьетнаме, он был на саммите ШОС в Астане и вот в Баку. То есть вот приоритетность тоже в какой-то степени прослеживается. Ну, с чем связан этот визит? С тем, что, мне кажется, по крайней мере, это тоже на поверхности лежащие вопросы. Он обсуждал, в рамках этого визита подробно обсуждалась ситуация в нашем регионе в целом. И обсуждались такие важные транспортно-логистические проекты, в частности, север-юг, перспективы реализации. Мы знаем, что Россия находится в очень сложной транспортно-логистической ситуации, будем так говорить, выбора-то немного, если мы говорим о реализации каких-то транспортных проектов и связи России с внешним миром. И вот один из перспективных участков, одно из перспективных направлений – это как раз-таки азербайджанское направление, направление в сторону Ирана. Здесь также есть два ответвления. Первая – в сторону Ирана отходит, другая – в сторону Зангизура, дальше, значит, Зангизурский коридор, дальше Нахчевань, Турция, там, с включением Армении. Конечно, это тоже интересная тема была. Скорее всего, она обсуждалась. Мы можем так или иначе судить по тем информационным сообщениям, которые поступают. Кроме этого, обсуждалась, конечно, внутренняя динамика, региональная динамика. Дело в том, что здесь не только Россия находится, ну, скажем, втянута или не втянута, она находится в состоянии войны с Украиной и в более глобальном масштабе войны, опосредованной войны с Западом. Но Иран также находится фактически в состоянии войны на Ближнем Востоке. Вот эти две войны, две войны, такие масштабные войны, в нашей географии, географии Южного Кавказа, они фактически пересекаются. И это все-таки накладывает свой отпечаток на характер внешнеэкономических связей, внешних связей. А для России сегодня это очень принципиальная тема. И, конечно, вот есть в настоящее время желательно, чтобы логистические вот эти схемы, которые здесь реализовывались бы, они бы реализовывались в более безопасной и прогнозируемой обстановке. Ну, если брать двусторонний или чисто региональный контекст, конечно, обсуждалась ситуация на Южном Кавказе. Здесь также не все в порядке, что называется. Неопределенность вокруг Армении, неопределенность вокруг формирования региональной системы безопасности. Есть предложение 3 плюс 3, региональный формат. Вот, в принципе, согласно с ними Турция, Азербайджан и Россия и Иран, достаточно пассивность демонстрирует Армения. Она не отказывается, но пассивно. Турция не участвует. Ну, вот поэтому это в той или иной степени влияет на формирование такой системы архитектуры региональной безопасности. И, наконец, двусторонние отношения. Двусторонние отношения после того, как Азербайджан полностью решил свои проблемы в Карабахе и обеспечил территориальную целостность. Российские войска покинули территорию Азербайджана. У нас таких противоречий с Россией нет. И об этом говорилось неоднократно в ходе этого мероприятия. И, в общем-то, в основном стороны фокусировались на экономических темах. И, кстати говоря, подписанные документы свидетельствуют о том, что в приоритете двусторонних отношений, по крайней мере, если их оценивать в контексте этого визита, это прежде всего экономика, это транспорт, это региональная система безопасности. Еще хотел бы обратить внимание на то, что сейчас всякие различные экспертные мнения проходят и так далее, активно муссируется тема военно-политические составляющие взаимодействия между Азербайджаном и Россией. Очень часто вокруг этой темы возникают инсинуации, просто вбросы и так далее. Вот хотел бы обратить внимание на немаловажную деталь, что в составе российской делегации военных и представителей силового блока не было. Ну, это, по крайней мере, то, что мы видим, как бы, то, что... На поверхности. На поверхности. Да. Здесь, ну, дальше, Михаил, я так понимаю, что есть, конечно, различные версии, мы не будем сейчас выдаваться, но вот я тоже слушаю, наверное, вы слушаете, все наши зрители слушают версии про то, что там, как бы, не Путина, а двойник. Версия про холодильник – это уже не версия, это какая-то отдельная тема, которая распыляется. Всякие страшные сказки, россказни про СССР 2.0, которые участвуют почему-то Азербайджан. Ну, Азербайджан – это не в курсе, кстати говоря, не в курсе и другие страны, которые в нем участвуют, но их, как бы, женили без, как бы, без их согласия. Ну, вот это уже я... Про эти темы я не стану разговаривать, потому что терять время... Смотрите, Эльгар, вот я бы хотел сакцентировать внимание на некоторых позициях. Первое. Господин Бюль-Бюль-Оглу. Бюль-Бюль-Оглу – это посол Азербайджана в России. Заявил в интервью ТАСС следующее. Россия выразила желание открыть консульство, поскольку у нас в России уже есть два генконсульства в Екатеринбурге и Санкт-Петербурге. Учитывая размеры России и количество азербайджанцев, это логично. В Азербайджане, напротив, работа консульств более ограничена, но обсуждение продолжается и предлагаются различные варианты. Напомню, какое-то время назад глава Комитета Совета Федерации по международным делам, господин Красин, выдвинул тогда эту идею. Подоплека эта идея очень простая. Армянская диаспора есть и в России, то есть те же самые, например, карабахские армяне, у которых есть российский паспорт, и которые, мы знаем, сейчас могут либо репатриироваться в Карабах, в Азербайджан, взяв автоматически азербайджанское гражданство. По законодательству Азербайджана нельзя науременно быть гражданином Армении, гражданином России, гражданином Украины и гражданином Азербайджана. То есть нужно доказать, что у тебя нет никого другого гражданства и взять азербайджанское гражданство. поскольку состояние ни мира, ни войны сейчас между двумя странами на основании вида нажительства карабахские армяне тоже не могут находиться в Карабахе. То есть возможность единственная – это легализоваться через гражданство в Азербайджане, эта возможность сохраняется, и никто, к слову сказать, у карабахских армян не забирает. Соответственно, мы понимаем, что Генконсульство России в Карабахе рассчитано только на одно, чтобы туда вернулись карабахские армяне под видом граждан России. И мы эту тему с вами затрагивали, но тогда мы ее затрагивали в контексте того, что на чужой роток не накинешь платок. Ну, сказал Красин, но заявление Красина при всем понимании его статуса не говорит о том, что этот вопрос в центре дискуссии двух стран. Если об этом уже говорит посол Азербайджана в России, значит, действительно дискуссии проходят. Я обратил бы внимание на фразу «обсуждение продолжается и предлагаются различные варианты». То есть таким образом мы понимаем, что действительно дискуссии проходят. То, что сегодня на эту тему не говорили два президента, оно и понятно, потому что нет консенсусной точки зрения. Очевидно, что Путин не хочет портить отношения с Алиевым, равно как Алиев с Путиным, и они не хотят демонстрировать публичный спор, публичную дискуссию по поводу вот этой позиции. Это вообще не в психологии Алиева выносить ссоры из СБ и публично о чем-то дискутируют, потому что тогда ты как бы вынуждаешь в другую сторону тоже идти на вы публично. Это мешает очень часто делу. Но подспудно, подспудно очевидно, что Россия сохраняет за собой этот рычаг заигрывания с Арменией и, с другой стороны, потенциального давления на Азербайджан. Так? Вот это такая преамбула, да, тире вопрос. Вот как вы понимаете вот эту историю за генконсистом, если она уже получила развитие в интервью ТАСС господина Бюль-Бюль-Аглу? Посмотрите, Михаил, я говорил о том, как мы с вами этого вопроса касались. Дело в том, что впервые был озвучен на встрече спикера парламента Азербайджана с Эльбой Гафаровой, с спикером Совета Федерации Валентиной Матменко в феврале этого года. Потом эта тема получила развитие в заявлении Карасина где-то в мае, по-моему, этого года. И сейчас опять она всплыла. Это говорит о том, что на самом деле обсуждения ведутся, согласования ведутся. Но, знаете, согласования могут вестись до бесконечности. Как рычаг давления на Баку, это тоже нельзя рассматривать. Почему? Потому что Азербайджан хозяином положения стал в регионе. И как-то заставить его открыть границы, пустыть армян и заселить на эти территории как-то просто так уже не получится. Ильгар, тут же есть, скажем, встречная точка зрения. Если сейчас в Карабахе, по сути, нет, ну, мало карабахских армян, да, да еще понятно, что у них нет российского гражданства. Но, очевидно, корни, да, инициативы России. То есть понятно, почему Россия это предлагает. И если в России озвучена вот эта идея, значит, она озвучена для чего-то. Если звезды зажигаются, значит, это кому-то нужно. Обычно вот тема вбрасывается, да, для того, чтобы, ну, скажем так, жизнь медом не казалась. Да, вот у нас с Азербайджаном все замечательно, все хорошо, но Баку не забывайте, да, вот у нас есть такой вот козырь в рукаве. Да, вы же нам не откажете с открытием консульства? Ну, посмотрите, да, этот вопрос, на самом деле, находится на стадии согласования. Открытие само по себе консульства не является, скажем, триггером для того, чтобы армяне из России возвращались. Это не предлог, не повод, ничего такого, да. То есть с другой стороны, в отношениях между, ну, это официальные, значит, официальные, если мы рассматриваем отношения между двумя странами, в отношениях между Азербайджаном и Россией, так вопрос вообще не станет. Это уже домысливают различные, значит, скажем, инсайдеры, будем так их называть, хотя тоже мне усомнительно эту версию развивать. Ну, в общем, есть, конечно, такое предположение, его нельзя отбрасывать в сторону, но как оно будет реализовано, этот вопрос очень такой непонятный, со многими неизвестно. То есть есть консульство, понятно, консульство есть, а теперь как вернуть туда армян, причем с российскими паспортами, причем так, чтобы они отказались от российского паспорта, взяли азербайджанские паспорты. Причем, знаете, мы еще не закрыли тему, но у нас есть портал, который позволяет армянам все еще, по крайней мере, официальный канал, вернуться на условиях Азербайджана. В любом случае, возвращение, если оно и будет, будет на условиях азербайджанской стороны. Понимаете? Они будут действовать на условиях Азербайджана, будут гражданами, если они, конечно, вот эти все положения выполнят, они будут гражданами Азербайджана. И, кстати говоря, вот в промежутке был неиздан закон Азербайджанской республики, который обращает внимание на необходимость борьбы с сепаратизмом и так далее, ужесточает эти меры. И здесь вот эти люди вернутся в другие политические условия. Здесь уж ни Россия, никто другой на Азербайджан повлиять не сможет. Вот я, знаете, Михаил, где-то в 1991 году был у нас такой книжный магазин, назывался он «Академкнига». Он был не только у вас, Игорь. Так вот, я был одним из таких редких уже в 1991-1992 год посетителей этого магазина. Он потом в 1993, по-моему, закрылся. И там покупал книгу исключительно у одного еврейского продавца, очень интересный такой, знаете, знающий, очень скромный, но, в общем, большой книголюб, будем так говорить. И я постоянно к нему обращался, он мне подыскивал необходимую литературу, в основном научную литературу, я увлекался. И как-то я к нему пришел, где-то это был поздний, 1992 год. И, вы знаете, я попросил какую-то книгу, достаточно редкую по тем временам, не помню какую. И вот он мне произнес такую фразу, сакраментальную фразу. Он сказал, что этой книги нет и вряд ли будет. Я сказал, а может быть, замена какая-то есть, ну, скажем так, альтернативную литературу перечислять. Он все, нет, нет, нет. Потом он надоел, а все, нет, некать. И он мне отвечает. Знаете, молодой человек, все, кончилась лавочка. Такая фраза запомнилась мне на всю жизнь. Вот в отношении армян, которые переселяются, или которые собираются, или которые будут переселяться, или в отношении всех тех, кто планирует с ними что-то здесь сварганить, вот это выражение этого продавца книг очень хорошо уместно. Все, кончилась лавочка. Кто бы, чем бы не пытался здесь баловаться через консульство или какими-то другими способами. Условия не те. А поскольку условия не те, то и вопрос приобретает совершенно другой оттенок. Вот в чем вопрос. Хочет Россия, не хочет Россия. А может быть, она не этого хочет. Это уже, значит, такое достаточно умозрительное. Нравится, не нравится, терпи, моя красавица. Как сказал классик. Знаете, я обратил внимание еще на одну интересную особенность. Как президент Алиев, как опытный дипломат, опять же, я не пою осаны президенту Алиеву. Сразу скажу, я не набиваюсь на шушенский медиафорум, осаны не пою, но я просто констатирую факт. Вот на какие педали он нажимает во взаимоотношениях с Путиным? Постоянно всплывает история, связанная с 300 русскими школами, которые находятся русскоязычными в Азербайджане. И Путин, я обратил внимание, просто я уже давно занимаюсь проблематикой Армении и Азербайджаном, каждый раз, когда Путин говорит про Азербайджан, он вспоминает про эти школы. Запомним это. Дальше возник вопрос о Российско-Азербайджанском университете. Дальше Алиев повел Путина в православный храм в Баку, где Путин презентовал икону. Ну, вот просто нужно понимать, что есть темы у каждого человека, на которые, например, человеку приятно говорить, интересно говорить. Есть темы, которые, ну, ты вынужденно поговоришь, потому что, ну, как бы положено, но ты не вникаешь. Есть советники, которые это все прорабатывают. Это с точки зрения межгосударственных отношений могут быть важные вопросы, но с точки зрения твоей личной тебе неинтересно на тему говорить. Ты подмахнешь то, что тебе подготовили советники или согласовали на двустрольном уровне с двух сторон советники. Но Путину, очевидно, интересно говорит на гуманитарные вопросы. И очевидно, что гуманитарные вопросы формируют тот фон, который в целом благоприятствует отношению России и Азербайджана. И здесь Алиев, да и внешняя дипломатическая служба Азербайджана точно угадывают, что Путину нужно, в принципе, потому что все остальное для Путина, лично для Путина, может быть, не для России, но лично для Путина второстепенно. Вот вы согласны с этим, что вот здесь идет очень тонкая игра по клавишам души Владимира Путина? Знаете, Михаил, тут я бы так ответил на ваш вопрос. Мы не подыгрываем Путину. То, что у нас есть вот эти школы, русский сектор и все такое прочее, это не для того, чтобы понравиться Путину. А здесь более глубокие моменты есть, которые характеризуют и внутреннюю политику, и, кстати говоря, внешнюю политику Азербайджана в целом. Это фактор, который позволяет Азербайджану выглядеть особняком на фоне, скажем, соседей, будем так. То, что нас несколько отличает от соседей, в частности, от мусульманских, чуть-чуть, чурских, возможно, ну, я имею в виду сейчас Центральную Азию, а я имею в виду нашу географию, несколько отличает нас от них. Мы, конечно, братья, у нас общие корни и так далее, но у нас есть такая специфика, что в нашем обществе есть и фактор русского языка. Я хотел просто... Простите, простите, Ильгар, простите, правильно? Я понимаю, что в данном случае вопрос русского языка это не только вопрос принятия того, что общество Азербайджана многогранно, и в Азербайджане реализуется широкий проект, и не только попытка, скажем так, наладить диалог с Россией, идущий от времён Гидара Алиева, это ещё сознательная стратегия, направленная на то, чтобы, скажем, на Азербайджан не распространялось чрезмерное влияние мусульманского мира, с его идеями, идеологиями и так далее. То есть это попытка, скажем так, ограничить некую экспансию мусульманства, мусульманской идеологии на Азербайджан. Правильно я вас понимаю? Отчасти да, отчасти да. Это, значит, элемент светскости, дополнительный элемент светскости. Кроме того, это элемент, позволяющий реализовывать вот эту доктрину нашего азербайджанства, потому что на русском языке общаются представители различных, не только на азербайджанском, азербайджанский основной титульный язык, титульный наций, но на русском общаются свободно представители различных этнических групп в Азербайджане и между собой за пределами Азербайджана. Вот такой тонкий нюанс есть. Через русский язык в Азербайджан не проводится экспансия каких-то мыслей, идеологических течений и так далее из России. Вот я носитель русского языка, но я не являюсь носителем российских нарративов, нарративов Кремля и так далее. То есть мы на русском языке преподаем азербайджанскую национальную литературу, азербайджанскую историю, азербайджанских классиков и так далее изучаем, на русском языке. Русский язык – это средство, в том числе, скажем, познания мира, я не знаю, из самих себя, средство коммуникации и так далее. Поэтому, естественно, это не может не импонировать российскому политическому руководству, который, возможно, иначе видит эту ситуацию, поскольку носители русского языка смотрят и российские программы, российские средства массовой информации читают. Но я вас уверяю, что те, которые читают или смотрят российские программы, российские иные средства массовой информации, особенно некоторые передачи, вряд ли проникаются к ним большой любовью. Как раз наоборот. Вот послушаешь господина Затулина, тут наоборот станешь антирусским, антироссийским деятелем, потому что они делают все, вот эти деятели… Смотрите… Азербайджан Затулина, чтобы ты становился антироссийским. Ильгар, но здесь, скажем, я думаю, вы не будете отрицать, что человек, когда ему переваливают за 70, в общем-то, человек, у которого все есть, человек состоятельный, богатый, познавший, вкусивший много всего, он, естественно, уже имеет такое консервативное мышление, ему уже многие вещи неинтересны, он от них устает, но есть некие, грубо говоря, клавиши, так сказать, душевные, которые, безусловно, его то, что называется, колышут. Так вот, в случае с Путиным есть гипертрофированная чувствительность, связанная с русским языком, связанная с культурой, так, как он это видит, потому что эти же, скажем так, вопросы он поднимает применительно к Украине, но уже в другом контексте. То есть, значит, он не может простить Украине, что Украина демонстративно отказалась и отказывается от всего того, что ассоциируется с российской агрессией в Украине, так, поскольку русский мир в глазах, значит, украинцев, он оказался до зубов вооруженным, с калибрами, которые убивают граждан Украины, которые калечат судьбы граждан Украины, которые оставляют граждан Украины без света, которые приносят горе на украинскую землю. Естественно, что здесь вот это нынешняя ассоциация, значит, скажем, в Украине с русским миром. Но для Путина, если мы вспомним его статьи в преддверии агрессии против Украины, его выступления, вот он, и даже если вот в интернете есть, всем рекомендую послушать дискуссию Кравчука и Караганова от 95-го года. Это тогда еще был президентом Ельцин. Послушайте эту дискуссию, там речь шла о русских школах в Украине, да, где, значит, Кравчук, он выступал с позицией, что, ну, подспудно нам ощущалось, да, что отстаньте от нас, мы живем самостоятельно, и нам не нужны ваши школы. Ну, примерно такая. Так вот, для Путина вот этот вопрос, он является триггерным. Возможно, возможно, ну, опять же, что я хотел бы еще... Единственное, что я могу дополнить, добавить, это то, что русские-то школы есть, но это азербайджанские русские школы, да, содержание учебников, содержание учебных пособий, то как преподается, о чем говорится, это все-таки с акцентом на Азербайджан, на нашу специфику и так далее. И здесь вот надо сказать, но здесь нельзя не отделять политику от культуры, литературы, искусства. Ну, и опять же, обращаю внимание, кстати говоря, наших слушателей, если там азербайджанские слушатели, что многие наши классики, наши классики литературы, культуры, или либо сами дружили, либо учились у выдающихся русских художников, поэтов, писателей, либо с ними дружили, либо те у них учились, если возраст позволял. То есть вот такая коммуникация всегда была, она обогащала нашу культуру всегда. И здесь я не стал бы, наверное, излишне политизировать, поэтому это вот такой особый пласт. Вот у нас деятели культуры, выдающиеся деятели культуры, они большую часть, некоторые из них, конечно, большую часть жизни прожили в России, ну, прославили Азербайджан. Художник Таир Салахов, известный, всемирно известный художник, прожил в России, прославил Азербайджан. Кара Караев очень хорошо говорил на русском языке, не знаю, как на азербайджанском, его, значит, ну, скажем, он был женат на дочери Шостаковича. Кара Караев – это один из толпов нашей культуры, вернее, музыкальной культуры. Так что вот так. Дорогие друзья, подписывайтесь, пожалуйста, на канал, ставьте лайки, комментируйте. Друзья, обращаюсь к вам с просьбой, поддерживайте YouTube-канал финансово, материально. Это легко можно сделать, если вы находитесь в Украине, либо в Азербайджане, Италии, Австрии, Германии. Это можно сделать через PayPal, через там революцию. Если вы находитесь в каких-то других странах, вы можете сделать с помощью там криптопереводов, с помощью того же PayPal. В общем, я вам буду благодарен за поддержку. Спасибо. Смотрите, Элигар, вы же понимаете, что это чисто светский принцип, который описал Георгий Данелли, известный режиссер светский. Они делали вид, что строим. То есть они делали вид, что платят, мы делали вид, что строим. Для Путина же важен формальный признак. 300 русских школ. Не важно, что это азербайджанские русские школы. Вот формально 300 школ. Чисто светская практика, советский подход. Дальше российско-азербайджанский университет. Не важно, что там будут преподавать, но российско-азербайджанский университет. Пётр Толстой, вице-спикер Государственной Думы, заявил следующее. Посмотрите на то, что происходит сегодня в Казахстане в плане отстраивания некого казахского государства. Какая там расцветает национальная мифология по поводу независимости и по поводу перехода на латиницу. Понимаете, вот случай Азербайджана, он уникальный почему? Потому что Азербайджану удаётся, скажем, не сталкиваться с Россией с точки зрения как бы мировоззренческой, с точки зрения культуры. Вот Алиеву почему-то это удаётся, мне реально интересно. Понятно, что Путин к такая вот тоже уважительно относится, это всё-таки советский дипломат, это как бы человек, который понятен Путину, но в целом политика Казахстана в области национальной идентификации вызывает раздражение в Кремле. Не такое, как применительно к Армении и Грузии, но тем не менее вызывает. А вот случай Азербайджана не вызывает. Вот опять же, мне просто действительно интересно, вот ту систему, которую заложил Гейдар Алиев, которая позволила пройти между Сциллой и Харибдой. Вы знаете, это разные страны, на самом деле, Украина, Казахстан, Азербайджан, для России, они по-разному на нас смотрят вообще. И в Казахстане очень много русских, не только русскоязычных, просто русских, плюс ещё дополнение к этому русскоязычные, это очень большая, скажем, это не прослойка даже, это социальный пласт для казахстанского общества. Но Россия или вот такие отдельные лица, личности пытаются каким-то образом воздействовать на них, вот через свои какие-то нарративы продвигать. И здесь как бы Казахстан ходит на камень, когда Казахстан ходит на камень, они вот так и нервничают, будем так говорить. А у нас, скажем так, русских не так много. Русский мир здесь, в Азербайджане, не построишь. И функция русского языка совершенно другая. Это, конечно, использовали руководители Азербайджана, и Гейдар Алиев, и Ильхам Алиев. Мы не боимся русского языка как средство влияния. И они понимают, что русский язык в Азербайджане не может быть отдельными лицами. Возможно, более широкий круг лиц, они понимают, что вот русский язык как раз-таки не является средством, не может быть для них средством влияния. Но посмотрите, на самом деле, если мы обратимся к программе визита, и то, что президент Ильхам Алиев повёз в программе визита посещение этого самого церкви что он мироносец, он тоже, кстати, говорит интересной церкви. Ведь эта церковь была отстроена на средства азербайджанского мецената, который жил в России, и это вот вклад его в развитие двусторонних отношений, будем так говорить. И поэтому здесь тоже как бы это Азербайджан продвигает эту, скажем, вот эти нарративы. Эта церковь, хотя она является основной частью русской православной церкви в Азербайджане, но построена это на средство азербайджанского мецената. Это Галарова? Нет, другого мецената, и она является вот тоже таким символом, символом, вот, скажем, взаимодействия, культурности. То есть всё, что здесь происходит, это происходит по, скажем, не хотел бы сказать по велению души, но от желания азербайджанской стороны, от желания азербайджанской стороны. То есть мы демонстрируем России, что мы, для нас это не какой-то враждебный инструмент, не какое-то средство, которое, ну, скажем, политической обработки или идеологической обработки и русский язык, и русская культура, не средство идеологической обработки азербайджанских граждан, а некие другие инструменты, скажем, коммуникации и так далее. И мы готовы на эту коммуникацию в случае, если вот какие-то ответные шаги будут, если будет понимание того, что, да, окей, эта страна нам не враждебна, мы понимаем, что мало того не враждебно. Это фактически, ну, страна, где азербайджанский язык, азербайджанская культура доминирует, но при этом они вот так благосклонно относятся к русскому языку. А другое какое-то действие в отношении Азербайджана – это всё равно, что пилить сук, на котором сидишь. И любые враждебные действия России в отношении Азербайджана прежде всего ударят по русскому языку, по вот этим коммуникациям и так далее. Мы дали возможность им осознать это, они прекрасно это понимают и, в общем-то, с этим согласны. Вы знаете, вот мы говорили как-то с вами, о Центральной улице, где находится кабинет министров Азербайджана, носит имя Лермонтова. И как в советских времён она носила имя Лермонтова, так её не меняли. Это говорит о том, что у нас иное отношение к русскому языку, вообще к русской культуре и так далее. Ну, Лермонтов тут при чём, условно говоря, а Пушкин тут при чём. Тут есть ещё очень важный момент, который, опять же, понимаете, это же вообще искусство дипломатии. Опять же, я не хочу петь дифирамбы президенту Алиеву. Ну, как бы я констатирую факт. Это не дифирамба в адрес Алиева, меня никто не просит петь дифирамба в адрес президента Алиева. Я просто констатирую факт. То есть в дипломатии, в переговорах, кроме того, что необходимо уметь транслировать свою позицию, необходимо ещё понимать очень хорошо собеседника и чувствовать некую эмпатию. То есть поскольку Путин пожилой человек, и вся его молодость, вся его активность припала на светское время, естественно, что в момент, когда ты стареешь, то ты всё больше и больше вспоминаешь свою молодость. Это любого человека. Спроси любого пенсионера, он скажет, что в светское время было счастливое. Но оно было счастливое не потому, что был советский связь, а потому, что была молодость, девушки, еда хорошая, ещё что-то. Так же точно и у Путина. И понятно, что когда он перевалил за 60, за 65, он стал грезить советским временем. И тут Алиев ему как бы подыгрывает вот эта история с БАМом, история, значит, с советским наследием, с памятником неизвестному солдату и так далее. То есть вообще с таким демонстративным уважением к общему светскому прошлому, которое демонстрирует Алиев. При этом никогда не вспоминает события 90-го года, никогда не говорят о том, что вот мы с вами это обсуждали год назад, что я на это тогда обратил внимание, что на одном из русскоязычных каналах Азербайджаном, говоря о вводе советских войск, не употребляют слово Кремль специально, да. То есть и Россия, да, чтобы как бы не дразнить. И не делает этого Алиев, это сознательно происходит. То есть наоборот, какая-то дань уважения, пока знает там светскому прошлому. Ну вот как принято, да, то есть там относиться к пожилым людям, значит, с уважением, значит, к их, так сказать, мировоззрению, традициям и так далее. Но ведь это же есть. И я уверен, что Алиев, как опытный дипломат, это прекрасно чувствует, да, что действительно важно для собеседника. Вот что в любом учебнике по дипломатии всегда пишется, нужно определить value, то есть то, что ценно для твоего собеседника и контрагента. Посмотрите, Михаил, вот мы с вами сколько времени общаем, да, очень, два года в плотном режиме, будем так говорить. У нас, я думаю, что это не секрет, да, у нас не такое, не только такое формальное общение посредством передачи, у нас неформальное общение бывает, это нормально. Да, я когда бываю в Баку, я регулярно хожу к вам в гости. Да, ну, инкогнито посещаю. Инкогнито. Да, по другой фамилии. Да. Ну, так, я понимаю, что мы уже, ну, я так понимаю, я так понимаю, что вы со мной, наверное, согласитесь, мы стали лучше понимать друг друга, и, возможно, если бы этого не было, если бы не было бы такого общения, да, вы бы со мной бы не шутили, я бы вам не отвечал бы, я бы как-то иначе реагировал бы, как-то более в жёсткой форме, и тогда у нас никакого контакта там вообще не было бы. Я за сам дурак, вы на меня, я на вас, вы без этой семьи. Но этого не получается, почему? Потому что мы в плотном режиме коммуницируем, понимаем, знаем друг друга. Так вот, эти два политических деятеля знают друг другу 20 лет, больше 20 лет, 24 года. Ну, представляете, там, я так понимаю, что там, я думаю, что это говорит, ну, в смысле, снимает все вопросы. Да, расставляет все точки над у. Вот то же самое с Эрдуганом, Путином. У них были очень, и, кстати, у Алиева, у президента Алиева были очень сложные периоды взаимодействия с Путиным, да, но они прошли, да, опыт, практика и так далее. Ведь, посмотрите, президент Азербайджана принимал Путина у себя дома. Вот первые вот часы его пребывания в Азербайджане, он его принимал у себя дома. А для кавказцев, для Кавказа принимают у себя дома, не каждого принимают, словно говоря, у себя дома. Что касается предыстории отношений, у Путина очень хорошие контакты сложились с Гейдаром Алиевым. Вообще первый визит в Азербайджан у Путина состоялся в 2001 году, и очень такой знак визит был. И знающие люди знают там, они часами разговаривали, без камер разговаривали, президент Азербайджан, президент Гейдар Алиев и Путин. У них очень много общих тем было. И когда президент Азербайджана Гейдар Алиев посещал Москву, тоже вот такая же ситуация была. Как говорят сейчас, химия была между ними. Ну, они, в принципе, профессиональные у них, значит, интересы были общими. И было о чем поговорить. У нас даже вот парни из Баков такую сцену обыгрывали, когда, значит, Путин встречает Гейдар Алиева. Они идут по Кремлю, Путин показывает ему Кремль, и что-то рассказывает. Ну, это вот такой-то зал, это такой-то зал. А Гейдар Алиев говорит ему, ты кому Кремль показываешь? То есть я тут успел поработать еще до тебя и так далее. То есть у них на самом деле очень много общих тем. Я только понимаю, что и Ильхам Алиев не столько подыгрывает Путина, потому что он тоже сын своего отца, что называется. Кстати говоря, Гейдар Алиев, у него была такая особенность. Он часто возил Ильхама Алиева по вот этим самым объектам, скажем так, социалистическим стройкам, как раньше называли. И знакомил его с этими, со всеми объектами. То есть для него, для Ильхама Алиева, это не просто какой-то объект, о котором можно почитать в книжках. Он многие объекты сам лично видел, сам знал, как они строятся, каким образом его отец участвует в их строительстве и так далее. То есть вот это не столько деланные отношения. Вы знаете, вот то, что вы говорите, это возможно, если ты человека как бы с ним не общался, не знаешь его, но стараешься подстраиваться под его возраст, под его психотип. Вот здесь совершенно другая ситуация. То, как они разговаривают и о чем они говорят, они в достаточно свободном режиме это делают, без того, чтобы один под другого подстраивался и как-то вот какой-то такой, значит, какой-то сценарий для этого прорабатывал. Возможно, Пашинян с Путиным, да, это там и поколенческая разница, и мировоззрения у них совсем другие и так далее. А здесь, наверное, все-таки больше, на самом деле, реально таких общих тем, которые могли бы их объединять. Игар, и в завершении вот что я вас прошу. Вот недавно коллега наш Фархад Мамедов опубликовал у себя основные принципы внешней политики Азербайджана. Первое. Не ставить двустронние отношения в зависимости от этих стран. Быть последовательной территории Азербайджана не может быть использована против соседей. И мы знаем, что эти принципы, они одинаково применимы как России, так и Ирану. Но выдерживать эти принципы, безусловно, очень сложно. Опять же, как Азербайджану удается выдерживать эти принципы? Ну, то есть, что является здесь главным фактором? Это энергоносители, возможность гулять на свои, не прибегая к ресурсам, скажем так, внешних игроков. Ну, вот эти принципы внешней политики, они, честно говоря, проговариваются, неоднократно проговаривались, проговариваются с самим президентом в его выступлениях и по разным темам, и по разным поводам. Он часто говорит об этом. Как это получилось, вы знаете, как. Просто извините, Ильгар, я вас перебью, просто что хочу сказать. Вот недавно премьер-министр МОДИ, который, к слову, будет в Украине, ну, то есть, я так понимаю, 23 числа, то есть перед днем независимости Украины. Вот он, когда был в Москве, значит, это вызвало дикую критику у украинского руководства, особенно это совпало с ударами российских оккупантов по детской больнице в Киеве, и до этого Орбана дико критиковали за то, что он встречался с Путиным и так далее. Два дня Путин находится в Азербайджане. Дом у Алиева. Алиев называет Путина другом. Значит, ну, демонстративно теплые отношения. Тут и уважаемая супруга президента Алиева, и Алиев, и вот это цветы, это то, то есть демонстративно теплые отношения. Ноль комментариев со стороны украинского руководства. Просто ноль. Орбан был, значит, Орбан, ну, то есть он не имел права встречаться с кровопийцей диктатором Путиным. Значит, Моди тоже не имеет права встречаться с кровопийцей диктатором Путиным. Хотя все понимают, что Венгрия и Индия мог быть на своем интересе, но в случае с Азербайджаном ноль официальных негативных комментариев по этой встрече. Ну, это же не просто так? Не просто так. Не просто так. Потому что Ильхам Алиев сумел наладить хорошие контакты, очень хорошие контакты с руководством Украины. И президент Зеленский в какой-то степени доверяет президенту Ильхам Алиеву. Он понимает, что Ильхам Алиев в разговоре с Владимиром Путиным не будет делать чего-то такого, что бы могло бы, или не будет, скажем так, способствовать принятию решений, таких решений, которые могли бы навредить интересам Украины. Он ему доверяет. А вот эти доверительные отношения, конечно, не каждый человек может, в общем-то, скажем, создать. Здесь, наверное, я не знаю. Наверное, есть еще школа, да? Есть опыт, есть школа. Это все составные факторы вот этой политики. С другой стороны, есть, конечно, интересы. Есть интересы. И эти интересы нужно объяснять, правильно объяснять. Эти интересы нужно так вплетать в региональную или собственную политику, чтобы нарушение этих интересов могло бы потом, значит, боком выйти тем, чьи интересы вплетены в эту политику. Поэтому выражение, помните, «не плюй в колодец, вода тебе еще пригодится» – это вот, наверное, про это. Когда не нужно портить все отношения с Азербайджаном, завтра может просто пригодиться, тогда, когда они будут… Нет, ну вы меня извините, вы меня извините, Олигарх, но Азербайджан находится далеко от Украины, а Венгрия, извините, соседка Украины. От Венгрии вступит Украина в Европейские СУЗы и в НАТО или нет. Но при этом периодически, когда речь касается отношений Путина и Орбана, это вызывает дикую аллергию в украинском руководстве. Украинского руководства. Но при этом, повторюсь, визит диктатора Путина, начавшего полномасштабную агрессию против Украины в Баку и дружеский прием, семейный прием – ноль реакции. Фантастика. Ну, наверное, опять же, Орбану, наверное, следовало бы больше сначала коммуницировать с Зеленским, не знаю, каким-то образом его, ну, скажем так, донести до него свою позицию, в общем, личные контакты как-то установить, а потом, наверное, после этого предпринимать определенные шаги в направлении поиска мира для Украины, будем так говорить. Тут, наверное, этого не было. Ну, конечно, Орбан, прежде чем полететь в Китай, был в Украине, но это недостаточно. Нужна, скорее всего, такая серьезная предыстория, подготовка. Этой подготовки, наверное, не было. А с Ирхамом Алиевым немножко по-другому ситуация складывалась. Практическими шагами, практическими действиями. Некоторые из этих действий не афишируются, и мы тоже не можем проговаривать какие-то вопросы. Может, что-то знаем, мы не можем проговаривать. Этими действиями Азербайджан подтвердил, показал, что он не против Украины, будем мягко говорить, что позиция Азербайджана здесь четко прослеживается. Но при этом он все-таки дает понять и недругам Украины, и недругам России, что его использовать в кого-то играх, в каких-то противоречиях нельзя, никому не удастся. Он самостоятельный игрок. Это очень важное, ценное качество для политиков, особенно современных политиков. Вы знаете, очень много примеров того, как политик возглавляет большую крупную страну. Я сейчас не только про ту, о которой вы думаете, наверное. Возможно, другие страны есть. Но политик сам некачественный. Сам некачественный политик. Страна вроде хорошая такая, с большой историей, с традициями и так далее. Но руководителю не хочется обзываться просто. Такое тоже бывает. Это, конечно, не очень хорошая вещь. Поэтому, ну не знаю, наверное, восточные какие-то традиции. Все-таки отец тоже. Гейдар Алиев – человек, который прошел школу и, наверное, который мог бы передать эту школу или какие-то определенные навыки своему сыну. Мало кто, кстати говоря, знает, что Гейдар Алиев в политбюро курировал такой очень интересный момент, даже часть внешней политики курировал, связи с дружественными странами, с дружественными партиями, дружественных стран. Вот так будем говорить. Он с БААС, с сирийским, курировал эти связи с дружественными африканскими странами, Менгисту Хайли, Марьям и так далее. То есть он вот эту, значит, практику свою дипломатическую, дипломатическую советскую периоду, возможно, донес своего сына. И, в общем-то, в новых... А, кстати говоря, сын же заканчивал МГИМО, Московский государственный институт, да, международных отношений. Здесь тоже эта практическая школа здесь, наверное, помогла. Знаете, ещё вот я, наверное, не могу не сказать о такой важной детали. Политика – вещь персонифицирована, Михаил. Кто бы и что бы ни говорил, что вот этот процессы сами подводят к тому-то или другому, это всё фикция. Процессы могут подвести к любой ситуации. Здесь искусство политика заключается в том, чтобы не быть, не оказаться на поводу у этих, не идти на поводу этих процессов, а чтобы уметь оседлать эти процессы. Когда вот наши коллеги, друзья в других, значит, каналах говорят о том, о неизбежном, о фатальном, чем-то фатальном для тех или иных стран, это говорит о том, что либо они сами так неквалифицированы, будем так говорить, с недостатком образования, не знаю, много кого, либо те, за кого они говорят, они их просто записывают, просто как бы в неучи, в людей, которые, ну скажем, идут на поводу этих процессов, а что им оставалось делать? Они вот должны... Нет, можно обратить вспять очень негативные тенденции, очень негативные процессы. Для этого надо умение, опыт и так далее. Ну, в общем, вот я думаю, что вот эти составляющие являются основой внешней политики, не самая нижняя. Да, я, понимаете, обращаю внимание, вы же знаете, в Украине, ну скажем, такая конкурентная демократия, и, условно говоря, понятно, что все друг с другом договариваются, и там Порошенко, он договаривается легко с офисом президента Зеленского, значит, несмотря на такую внешнюю, скажем так, условную оппозиционность, даже в условиях войны. Но, казалось бы, да, то есть вот момент, когда можно, значит, заявить примерно следующее, вот со стороны оппозиции, да, покритиковать Ильиева, как это так, вы не говорите, значит, не реагируете на визиты Путина в Азербайджан. И украинская оппозиция в лице Порошенко тоже молчит, и группа Порошенко тоже молчит, и другие молчат. Я же говорю, что в отношении Лукашенко, что только не говорят о Лукашенко в Украине. Ну, то есть, о Лукашенко таптываются всем, кому не лень. Я же говорю, при этом там фигуру президента Лиева вообще никак не затрагивает. Действительно это интересно? Ну, вот посмотрите, в ходе этих переговоров, в том числе, скорее всего, обсуждался вопрос поставки азербайджанского газа через газотранспортную систему Украины в Европейский Союз. Есть другие варианты, кстати говоря, о поставке азербайджанского газа через трансбалканский газопровод в Украину и так далее. То есть, ну вот, как бы, ну давайте поссоримся с Алиевым. И что? Как с этими проектами быть? Не, ну извините, Беларусь – это соседка Украины. Скажем так, если бы Украина, значит, не занималась внутренней политикой Беларуси, например, да, то и ряд, и вообще, если бы Украина просто купила Беларусь, но ведь Азербайджан помогал финансово, Лукашенко, а Украина же тоже могла помочь финансово Лукашенко, Украины бы нашлись там полмиллиарда долларов либо там миллиард долларов, то это бы существенно ограничило Россию в ее агрессии против Украины. Ну, как мне кажется, это лежит на поверхности. Ну, по логике, да, по логике. Ну да, история не терпит сослагательных наклонений, что она называется. Ну, давайте, скажем… Смотрите, я что хочу… Смотрите, Эльгар, я просто что хочу сказать, что вот очень странно, когда украинские, например, политики вместе с поляками-литовцами создают какие-то группы, которые призваны, значит, прорекламировать Тихановскую и против Лукашенко выступать. Но я имею в виду даже не сейчас, после начала полмасштабной российской агрессии, где Беларусь как бы вписалась в эту инициативу. Это было еще до войны. Ну, как бы, если посмотреть на это белорусскими глазами в целом, белорусской элиты, да, того же Лукашенко, еще раз, он по факту правит Беларусью, как мы к нему не относились. Ну, это же действительно странно, почему Украина должна вместе с поляками-литовцами создавать группы антилукашенковские. Ну, как бы, это же странно. Это, ну, вы знаете, это часть общего проекта, я так понимаю, который, возможно, даже не украинский проект, не литовский проект, вообще проект. И здесь, знаете, что самое главное, это не быть... Вот, кстати, говорю про внешнюю политику Азербайджана. Не быть частью чего-то проекта. Это про Алиева. Не быть частью чего-то проекта. Не нужно быть инструментом, проводником, прокси, я не знаю, чем-то другим. Я сейчас безотносительно в Украине имею, то я вообще в целом не имею. Вот посмотрите. Часто ведь говорят о том, что... Давайте другой пример. Часто говорят о том, что Азербайджан якобы прокси Турции. У Азербайджана особое отношение с Израилем, что не позволяет говорить о том, что Азербайджан является прокси Турцией. Был бы он прокси Турцией, он, наверное, действовал абсолютно в конве турецкой политики в этом направлении. Тоже, скажем, говорить о том, что Азербайджан... Сейчас есть и такая тенденция. Азербайджан пророссийский. Как бы Азербайджан ведет российскую линию, что скажет Москва, то и под козырек будет брать Баку. Тоже абсолютно несостоятельная линия поведения, потому что вообще оценка ситуации. Почему? Потому что очень много примеров того, что Азербайджан никогда не выступал прокси, тем более прокси России. Если бы Азербайджан был прокси России, наверное, отношения между Путином и Алиевым были бы немножко другие, несколько другие отношения. Это не патрон-клиентские отношения. И так далее. То есть для этого нужно... Я не знаю, конечно, универсальных примеров нет, универсальных рецептов нет, но вот это такое популярное в последнее время слово субъектность. Вот эту вот субъектность нужно демонстрировать, потому что эта субъектность позволяет тебя отделять от других. Не всегда хорошо стараться быть частью общего. Иногда надо выделяться, иногда надо откровенно выделяться. Вот в данном случае, наверное, украине... Кому бы лучше, чем украинцам, знать белорусам? Надо было бы, наверное, в данном случае логично было бы выделиться из этой ситуации, просто сказать, что у нас своя политика, у нас своя линия поведения и так далее. И нужно еще чувствовать соседей. Вот вы правильно говорите, Михаил, о чувстве соседей. Знаете, что они разные, но к каждому должен иметься какой-то собственный ключ. Украина – колоссальное средство влияния на Белоруссию. Колоссальное средство. Насколько они были использованы, не мне судить, но вот такими действиями, партизанскими, конечно, группы создавать и так далее, это, конечно, не то, что могла бы использовать Украина для влияния на Белоруссию. Ну да, я же говорю, что очень странно, когда Лукашенко просит у Азербайджана деньги, но при этом не просит у Украины. Но при всем уважении к Азербайджану, по идее, если у тебя проблема, например, ты хочешь сделать ремонт квартиры, но ты вот идешь к соседу, а тут, получается, необходимо просить коллегу, который живет в другом городе. Ну, вы понимаете, о чем я говорю. Вам на это возразят, вам на это возразят, Михаил, вам скажут, что, вот, скажем, Лукашенко попросил деньги у Киева, у Украины, а для этого нужна процедура, собрать Верховную Раду, обсудить эти предложения. Лукашенко сроки поджимает, у него, как бы, условно говоря, трубы горят, а тут собирается Рада, начинается обсуждение, кто-то говорит, что нет, мы против, что это безобразие какое, зачем мы должны вообще выделять, и так далее, и вся эта тема погрязнет в дискуссиях. Лукашенко вряд ли бы тогда в таких условиях вообще обратился в Украину. Поэтому, ну, не знаю, как вам сказать. Все достаточно... Кстати, я еще обращаю ваше внимание, да, что, вот опять же, наши коллеги с одного прекрасной медиаплощадки, они очень часто говорят, ну, там есть две-два тезиса. Первое, Россия скоро распадется, она скоро рухнет. И второй тезис, это то, что будет СССР 2.0. Ну, как бы там два тезиса. Так вот, опять же, вот мы сейчас видим, Украина эффективно, значит, заняла часть Курской области, если Путин даже на пресс-конференции говорит, что есть проблемы. То есть Путин уже нехотя, но он признает, что есть проблемы. Формально это вторжение на российскую территорию. Посмотрим на УДКБ. Кроме общих высказываний на тему, да, на эту тему УДКБ никак не реагирует. То есть, если бы это было СССР 2.0, если бы УДКБ это были марионетки Путина, значит, тогда бы УДКБ помогло Путину в войне против Украины, прикрыло бы, что называется, фланги. Так более того, и Беларусь этого не делает, что характерно. То есть, несмотря на все браварные, значит, заявление Лукашенко, в реальности он же не посылает свои войска воевать с Украиной. Это тоже правда. Ну, в данном случае вопрос к этим людям. Вы знаете, удивительная способность этих людей выкручивается из положения. Значит, говорит о том, что они и на этот ваш вопрос, наверное, найдут ответ, как ответить. Но на самом деле, все на самом деле находится на поверхности. Кстати говоря, вот эти версии, которые про Путина высказывались, там, про двойника, про другие версии и все. Ну, тоже, конечно, не выдерживают критики. Вот эта виртуальная реальность, которая формируется на электронных площадках, она живет своей жизнью. У нее своя аудитория. Поскольку у нее своя аудитория, она и продолжает жить своей жизнью. И вот эти люди неустанно, вот это вот, белиберду это все повторяют, выводят какие-то причинно-следственные связи, находят какие-то цитаты каких-то деятелей из прошлого, из настоящего, подкрепляя свои тезисы вот этими цитатами. И вот живут так. Ну, у нас, у нас вот в русском языке, в русском языке есть такое выражение, говорят, греются. Видимо, это согревает их души, вот эти вот задушевные беседы на заданные темы. Но реальность, она несколько другая, чем они себе ее могут представить. И вот, в частности, то, что сегодня происходит в Курске и так далее, тоже делаются различные выводы, что, вы знаете, сейчас народ восстанет, войско взбунтовалось из Сирии, царь не настоящий. Ну, наверное, им так удобно. Но жизнь, она вносит свои коррективы вот в эти размышления. И мы вот как раз-таки стараемся обращать внимание на эту реальность. Она не такая интересная, возможно, как они ее рисуют, свою виртуальную реальность. Она всегда, реальная реальность, она всегда отличается от виртуальной, она неинтересная. В реальной жизни краски, они более тусклые. А вот если посмотреть на картинку, на картину какие-то, на картины художников, яркие краски, да, в основном бывают, используются яркие краски. Вот то же самое и с этими людьми. Но она такая картинка притягивает, ну, их, не знаю, ну, в этой ситуации, наверное, правильнее было бы, честнее было бы говорить то, что есть, а не то, что кажется. Ну что же, Ильгар, я вас благодарю. Друзья, вы видите, что такие диалоги, которые на этом канале, они редко где проходят. Опять же, не благодаря мне, а благодаря моим собеседникам. Поэтому, пожалуйста, подпишитесь на канал, обязательно комментируйте. Я очень рад, что прибавляется, значит, аудитория, новые люди приходят, уже больше 50 тысяч подписчиков на канале. Это очень важно, что люди выбирают этот информационный продукт. Моя задача – вести честный диалог. Вот самое главное – честный диалог, и считать своих зрителей умными, образованными людьми, с которыми нужно говорить как со взрослыми. Вот это вот мы здесь делаем, и я благодарен Ильгару за то, что он поддерживает вот этот диалог уважительный по отношению к зрителям. Потому что уважительный диалог – это когда к тебе относятся как к взрослому. Также хочу сказать, что у меня в ближайшее время будут интересные казахстанские политологи и экономисты. Вот сегодня записал с господином Калиевым, казахстанским политологом. У меня будет известный, известнейший экономист из Казахстана, где мы будем говорить об экономике Тюркского Союза. Будет ряд еще интересных гостей, которых вы не видели 100%. Поэтому, пожалуйста, будьте в курсе, подписывайтесь, комментируйте, вы также финансы можете поддерживать развитие канала. Я благодарю всех и спокойной ночи. До скорых встреч. Спасибо большое, Ильгар. Мало спасибо. До свидания.